Привет, дорогие зрители! Сегодня у нас обзор одной из самых ожидаемых новинок начала 2017 года. Это набор LEGO Technic 42065. Скоростной... Как он называется? Скоростной вездеход с дистанционным управлением. Примечательный набор тем, что это первый набор серии Technic, в котором есть электрика для дистанционного управления, а именно пульт и приемник. При этом данный набор не является флагманом, как было раньше. Ведь раньше, чтобы покатать электрику на пульте, вам нужно было покупать либо флагман, либо покупать электрику отдельно. Несмотря на рекомендуемую розничную цену в России 7000 рублей, набор потенциальный хит-продаж. Я даже больше, чем уверен, что он будет очень хорошо продаваться, потому как за относительно небольшую цену вы получаете пульт дистанционного управления, два мотора, приемник и батарейный блок. В наборе всего 370 деталей. Как вы понимаете, тут разбег не очень-то большой. Если гусеница, это порядка 100 деталей уже, оси, пины, возможно, еще 50-100 деталей. Ну и остается на всякие коннекторы, балки, колеса и так далее совсем немного. Несложно догадаться, что альтернативная модель – это также гусеничная техника. Если у нас основная модель называется скоростной вездеход, то альтернативная модель на гусеницах переводится дословно как внедорожный грузовик. Может показаться, что это та же самая модель, как и модель А, только с другим кузовом. Однако шасси здесь абсолютно другое. Нет ни одного одинакового конструктивного элемента. Если вы обратили внимание уже на собранные модели, я вам сразу скажу, дабы вы не комментировали. Модель эту я собрал из своих деталей, поэтому ряд деталей здесь заменены на аналогичные, но другого цвета. Ну и антенна чуть-чуточку подлиннее. А из деталей самого набора я собрал уже альтернативную модель. Как вы видите, здесь уже и наклейки, и цветовая гамма все соответствуют деталям набора. Давайте сейчас посмотрим содержимое набора, потом уже перейдем к самим моделям. Итак, коробка среднего размера, не очень тяжелая. На коробке вы можете увидеть все электрические элементы данного набора. Это два М-мотора, самых слабых моторов линейки Lego Technic, большой батарейный блок, приемник сигнала и пульт дистанционного управления. Для тех, кто первый раз сталкивается с системой ДУ Lego, скажу, что данная связка, пульт и приемник, работают обязательно в паре, и работают они посредством инфракрасного излучения. То есть здесь необходима прямая видимость между пультами и приемником, как это на пульте для телевизора. Ну и минусы данной системы – небольшая дальность действия на улице, если вы захотите поиграть на улице. Дальность действия уменьшается, особенно при ярком солнечном свете. Большой буклет. Буклет охватывает только основную модель. Инструкцию к альтернативной модели, как всегда, можно скачать на сайте Lego. Лист с наклейками небольшой, электрика. Все, кроме блока питания, запаяно в отдельный пакет. Вот такой пульт, простой рычажкового типа, вперед-назад, полный газ, полный топ, полный назад и приемник сигнала. На мой взгляд, данный пульт и приемник в настоящий момент хорошились для тех, кто только начинает знакомиться с Lego Technic и для маленьких детей. Почему? Потому что пульт и приемник работают в связке, во-первых, на небольшом расстоянии, во-вторых, нет плавной регулировки вращения двигателями, то есть с данным пультом вы сможете только просто полный газ, полный вперед, полный назад. Учитывая, что сейчас появился S-Brick, а также на подходе такие штуки, как Buvis, я считаю, что это уже прошлое. М-моторы, самые маленькие моторы, для движения, которые подходят мало, однако в данной модели они себя показали хорошо. Как правило, это используют для альтернативных функций, каких-то не связанных с движением. Ну, например, для рулевой системы можно использовать. Для движения тоже можно использовать, но это должна быть маленькая модель, очень легкая, которая не будет председавать ни на скорость, ни на хорошую тягу. В этом пакете у нас в основном гусеницы. Гусеницы. Давайте посмотрим. Да, у нас здесь звенья гусениц, оси пины, здесь тоже оси пины. Следует отметить, да, ось со стопором. Раньше она у нас была в цвете там, бежевый, светло-бежевый, сейчас она идет в коричневом цвете. Ну и самый последний пакет больших катков в белом цвете у нас еще не было никогда. Ну, в реальной технике вряд ли можно встретить катки в белом цвете, поэтому использовать их как в постройке каких-то там реальных агрегатов, тракторов, бульдозеров, мне кажется, неуместно. Белые шкивы. В белом они, по-моему, уже существовали. Ну и вот такие две панели, они пока еще редкие. Ранее они встречались в наборе Porsche 42056. Что примечательно, этих деталей среди других наборов первого полугодия больше нигде нет, только в данном наборе. В панели обычный набор, здесь узкая черная, набор треугольных панелей, ну цвета, в общем-то, не редкие. Также у нас где-то должен быть юбилейный кубик. Вы, наверное, слышали, что вам серии Lego Technic исполнилось 40 лет в этом году. И вот во все наборы 2017 года вложена вот такая деталь. Как правило, она применяется в каком-то неприметном месте, но обязательно, чтобы было видно, что вот 40 лет, 77-й, 2017-й год. Изначально отталкиваемся от того, что набор сам по себе выгодное вложение только потому, что здесь есть электрика. Два мотора, пульт, приемник, батарейный блок. С одной стороны, готовый набор, которым можно играть, с другой стороны, набор деталей электрики, которые вы будете использовать для других моделей. Получается, что кроме электрики, здесь детали, в первую очередь, панель новая, о которой я говорил, укороченная, скругленная панель, две штуки. Их нигде пока, кроме Porsche и данного набора, нет. Далее есть вот такая панель. Следующая деталь, которую вы найдете только здесь, это белые катки. Тоже, на мой взгляд, очень необычное решение, хотя на практике в реальной технике применить довольно сложно. Ну и, собственно, 74 звена гусеницы черного цвета, большие. Вот, собственно, все, что мы... Давайте рассмотрим сначала основную модель. Я еще раз напомню, что собрана она у меня из имеющихся деталей, поэтому здесь гусеницы серого цвета вместо черного, катки здесь черные и серые вместо белых. Значит, основная модель – это какой-то вот некий такой вездеход. Возможно, чем-то он похож на рипсоу. Конструкция простая. Кузов вот таким образом поднимается. Он абсолютно ничем не закреплен, поэтому брать его за кузов категорически не рекомендую. Единственное, что есть только спереди вот таким образом. Значит, кузов открывается. Здесь открывается доступ у нас ко всей начинке. Простейшая абсолютно рама, в центре которой находится блок питания, при этом он не является несущим элементом. Блок питания легко снять. Здесь достаточно только выдвинуть два пина. Поднимается, достается. К нему уже прикреплен инфракрасный приемник. Один мотор у нас вращает передний каток правой гусеницы, а второй мотор вращает задний каток левой гусеницы. Тут имеет место некий дисбаланс, хотя на практике это никак не заметно. Причем, такой момент, мне непонятно, для чего здесь вот эти пины бежевые вставлены. Ну, это пинось 2L. Я долго думал, что для чего же это может быть что-то... Я забыл поставить, но они не несут никакой функциональной нагрузки при закрытии, они нигде здесь не касаются и ничего к ним не крепится. Для чего это было сделано, непонятно. Новые панели, они вставлены вот здесь, внутрь катков. Так что никакого функционала здесь от них нет. Все, вот она модель. Включается она просто. Я просто поворачиваю здесь рычаг. В любую сторону не важно, потому что полярность от этого не зависит. Вездеход в любом случае будет ехать так, как она будет настроена на пульте. Управление бортовое. Это значит, что каждый рычаг отвечает за свою сторону, за свои гусеницы. То есть левый рычаг отвечает у нас за левые гусеницы, правые за правые. Ожидалось, что с М-моторами это будет что-то очень вялое и непроходимое. Преимущество здесь в том, что моторы, они напрямую, минуя какие-либо шестерни, подключены к ведущим каткам. Очень хорошая скорость и проходимость для данного мотора. Мотор. Альтернативная модель тоже вездеход. Какой-то грузовик гусеничный. Конструкция отличается. Сама ходовая часть абсолютно другая. Мы можем видеть здесь, что ходовая часть немножко выше. И она построена таким образом, что грузовик может качаться. Здесь такого нет. На первый взгляд может показаться, что данный каток имеет какое-то свободное качение. Однако, на самом деле, он жестко зафиксирован. Никакого качения здесь нет. Кабина вездехода никаким образом не убирается, не поднимается. Доступ к блоку производится снизу. Здесь также с помощью пина. Причем здесь это делается даже с помощью одного пина. Вместо двух, как в основной модели. Значит, освобождается здесь фиксатор. И блок питания вот таким образом вынимается. Включает питание. Все, вездеход готов к работе. Мне кажется, есть батарейки пошустрее, чем в предыдущей модели. Учитывая, что конструкция катков такова, что он может качаться, на препятствиях данная модель менее устойчива. И неоднократно у меня получалось ее перевернуть. Из минуса данной модели, которую можно списать на недостаточное количество свободных деталей. Вот эта вот панель здесь, как здесь, так и с другой стороны, она качается вот таким образом. Нет некой жесткой фиксации. Меньше устойчивость по сравнению с А-моделью. Но с другой стороны, выглядит он как-то более цельным, что ли. Потому что здесь у нас болтается кузов, который при малейшем перевороте может открыться. При сборке прошу обратить внимание на укладку кабелей. Потому как торчащие кабели могут где-то зацепиться за препятствия. В частности, вот этот задний кабель, как уже отмечали другие блогеры, он торчит. Его необходимо наматывать на инфракрасный приемник, чтобы он здесь не торчал большой петлей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА По ковру ездит гораздо тише, чем по полу. Но опять же, сцепление намного лучше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ещё, мне кажется, на базе данных шасси можно сделать некое подобие боевых роботов. Оно уже сделает какое-то ещё оружие, либо подъёмную руку, или что-то ещё. В общем, здесь на помощь придёт ещё либо пара пультов приёмников, либо просто переходить на эсбрик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Площадь гусениц у модели А больше, поэтому, как видите, в дуэли противостояния побеждает модель А. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если выбирать между двумя этими моделями А или Б, то, коротко, эта модель более устойчива, однако у неё не фиксируется кузов, что может раздражать при переноске, использовании, ну, или просто при игре. Эта же модель имеет более законченный вид, у неё ничего не болтается, ничего не открывается, как здесь, при этом она менее устойчивая, и на препятствие за счёт этого качения она может перевернуться как назад, так и вперёд. Поэтому выбирать вам обе модели достойны сборки. По скорости они, естественно, одинаковые. В целом набор оставил положительное впечатление, в первую очередь, наверное, потому, что машина ездит очень бодро для своих слабых моторов. Много удовольствия можно получить, просто гоняя по квартире, по каким-то препятствиям домашним. Безусловно, можно не ограничиваться конструкцией, которую предлагают дизайнеры LEGO. Тут я вижу много возможностей для доработок, начиная с замены моторов на L-моторы, либо даже на багги моторы. Использование более мощных источников питания, как BuVis, а также более гибких с точки зрения управления S-бриков. Ну и также можно попробовать доработать подвеску и сделать нижние катки подвижными, чтобы было некое подобие подвески. Кроме того, можно попробовать улучшить сцепление, сделав на гусенице резиновые грунтозацепы из наборов Mindstorm или наборов Nexo Knight. Я вижу покупателя данного набора. Это человек, который только начинает в LEGO технике. Ему нужны первый пульт, первый приемник, который он может купить здесь. Либо это не первые его пульты, но он не очень требовательный. Либо если вы более глубоко погружаетесь в тему LEGO техник, вам наверняка будет более интересен S-Brick или тот же BuVis. Мне кажется, набор особенно понравится любителям гусеничной строительной техники, а также танкистам, так как на данных прочных и простых шасси можно сверху сделать некое подобие танка. Вот, в общем-то, такой итог по набору. Ресурсник в первую очередь по электрике, во вторую очередь по гусеницам, каткам и шкивам. Сейчас на солнце сигнал долго не продержится, мне кажется. Все, уже сигнал теряется. Вот, собственно, максимальное расстояние, которое я могу с помощью стандартного пульта осилить. Слушайте, насчет L-моторов я, конечно, немножко был неправ. Вот у нас L-мотор, вот у нас шасси. Если мы просто поставим сюда L-моторы взамен M-моторов, то по скорости, на самом деле, мы, наверное, ничего не выиграем. Известно, что их обороты примерно одинаковые, только у L-мотора немножко больше крутящий момент. Поэтому мы просто будем иметь больше тяги на гусеницах. Однако это полбеды. Вторая беда в том, что вот это расширение мотора, а он в ширине, как видите, 4 студа в этом измерении. Вот так он 3 студа. Но его так просто не поставишь сюда, потому как края модели, они будут зацеплять за вот это расширение. То есть здесь сзади ничего не мешает. Если мы поставим спереди, то здесь у нас будет не очень все хорошо. То есть нужно будет немножко модифицировать кузов. Это что касается L-моторов. Второй момент – это с багги-моторами. Поставить сюда два багги-мотора тоже это дело непростое, потому как вот так вот парные моторы, они влазят, но требуют расширения шасси. Примерно еще на, наверное, на 2 студа. То есть так просто не воткнешь. Это, по сути, будет модификация глубокая. По сути, новая модель. Поэтому единственный мод, который я вижу, быстрый и без геморроя, это вы догадались. Вот он, самый Бувис. Ритейловая версия, то есть уже финальная версия, которую будут сейчас рассылать и уже начали рассылать тем, кто заплатил деньги на стадии сбора проекта. Давай, 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 давай. Шикарно, обьедем. О, нет, только не зарываться. Конечно, штука классная До скорой встречи, пока